Здравствуйте! Вот есть такие запасы полезных ископаемых, которые, ну, скажем так, считаются малополезными. В Германии здесь целая индустрия добычи, так называемого, бурого угла. В Германии он называется бурым углем. У нас такой уголь тоже есть. Есть несколько регионов, где есть такой вот низкосортный уголь. Вот, например, подмосковный угольный бассейн. Сейчас там не производится добыча угля. А когда-то, по-моему, он был внук Екатерины Великой, граф Бобринский. Бобрик-гора есть такое место в Тульской области, недалеко от Новомосковска. Там музей есть подмосковного угольного бассейна. Вот он был пионер, так сказать, добычи этого подмосковного угля. Это подмосковный угольный бассейн. Он такой подковой охватывает всю Москву. Вот. Такое только отверстие в этой подкове, где-то вот в Тверской области. Вот. А так это вот всё оно. Значит, уголь не очень, не очень калорийный. У него есть такой вот недостаток, низкая калорийность. Но зато есть кое-какие достоинства. Добывать его относительно безопасно, потому что он не выделяет уголькислого, угарного, метана, простите, вот этого рудничного газа, который взрывается. Правда, там в этих шахтах есть углекислый газ, и там можно вот с ним погибнуть. Да, вот как, говорит, я разговаривал с одним шахтёром, который уже не шахтёр, а пенсионер был уже в то время. Вот. Там, вот видишь сырое место, вот там, может быть, углекислый газ накопил, спичку туда бросил, погасло, всё, значит, туда не лезет. Наклонился уже, не поднимешься. Вот. Вот такое вот место. Значит, я как-то, помню, видел поле такое. Мы, кстати, с этим шахтёром как раз и говорили на краю этого поля. Оно такое всё гладненькое, и так немножко опущенное относительно всего. А это вот тут осадили вот это вот место, где добывался уголь. Вот там добывали угол, а потом, значит, добыли, выработали, осадили, выбили все эти вот стойки, и он бум, вот осел. Вот так вот. Осадить лаву, по-моему, называется. Я боюсь, что я неправильно это называю термин. Так что не пользуйтесь, не ссылайтесь на меня, по крайней мере, точно. Вот. Так вот, да, есть ещё такого рода уголь на Дальнем Востоке добывается, в том самом Приморском краю. И вот интересный факт. Оказывается, самое-то ценное в этом угле не его теплотворная способность, а его пепел, который происходит от этого выжигания, шлак. Он много чего содержит. В отличие, скажем, от того, что получается при сгорании обычного каменного уголя. Вот тут надо вспомнить, чем отличается обычный наш прекрасный каменный уголь от вот этого самого бурого угла. Каменный уголь образовался в карбоне, да, и в следующем за ним, значит, геологическом периоде карбон, значит, или каменноугольный период, у нас так его называют, так и называют. В этом каменноугольном периоде, значит, на Земле бурно развивалась растительность. Она стояла по берегам, значит, водоёмов, болота были. Вот это вот растительность, это древовидные папоротники, хвощи, плуны. Так меня ещё в школе научили, я так и повторяю эти три слова. Но главное, что они были древовидные. Вот, они падали. Значит, древовидные, значит, они состояли из целлюлёзы и, значит, всего, того ещё состоит древесина. Вот, а в ту пору не было ещё грибов. То есть, грибы-то были, но они не умели вот это дело перерабатывать. И поэтому всё это не сгнило. Ни древоточцы, ни они не могли это обработать, съесть, когда это всё падало. И поэтому это долгое время хранилось в лесу, заносилось там, скажем так, каким-то слоем отложений. Может быть, это вот листья отмершие, может быть, что-нибудь ещё. Вот, это всё вот, или в болото падали, и вовсе там без доступа воздуха происходило дальше их существование. они обугливались. Вот это так вот и появился вот этот самый залежекаменный уголь. А вот бурый уголь, вот этот малоценный подмосковный, это результат обугливания торфа. Понимаете, торф – это особь статья. Значит, где торф образуется? Торф в водоёмах образуется, в болотах. Значит, в болоте, значит, выходит вода какая-то там, какие-то родники, какие-то дожди сливаются. Вот это место, где там развивается болотное, так сказать, биоциноз, осаждаются отмершие фрагменты на дно, на дне нет малокислорода или нет его, он там не окисляется. И вот это приведёт процесс торфообразования. Рассказывать есть даже уголь вот этого такого рода буры, образовавшаяся из чернозёма, по-нашему говоря, по-простецки, да, понимаете, из гумуса, гумус, вот эта вот поверхность земли, понизанная, степной земли, пронизанная корнями, вот в конце концов вот она, она тоже пошла на это образование в угле, гумус. Понятно, в нём много шлака. Но, обратите внимание, торф, гумус, что там попадает? Туда попадает вода, и вода, в принципе, через неё проходит. А эта вода может что-то с собой нести. И вот она чего-то к ней несёт. Она может нести с собой, ну, зависит от того, что есть поблизости. Она несёт в маленьком количестве чего-нибудь в маленьком количестве, в растворённом, незаметном, уран. Единственным, по-моему, источником, ну, таким промышленно важным источником Германия, Германия, это один из элементов вот из кремния Германии. Германия под ним в таблице Менделеев стоит, тоже полупроводниковый элемент. Ну, сейчас уже, как бы сказать, полупроводниковая техника научилась обходиться без Германии в основном, но, тем не менее, очень важен. Вот очень может быть, что сейчас вы меня смотрите по интернету, а сигнал по интернету пришёл по волоконному световоду. Вот сердцевина волоконного световода содержит тот самый Германии. Там добавляют Си-О-2 и Германия-О-2, Кремния-О-2 и Германия-О-2. Вот такая вот смесь, в которой Германия управляемое количество некое. Это меняет коэффициент преломления световода, и получается, что вот световод одномодовый, большая полоса пропускания, всякие такие чудеса. Вот это всё там. происходит, да, вот так вот. А вот, например, на Дальнем Востоке, там у них, вот, как интересная очень вода, на Дальнем Востоке, она несёт очень сильно, 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 сильно рассеянное золото. В частности, Амур выносит в течение года в океан тысячу килограммов золота, тонну, в этот самый, в год. Вот. Очень, очень ультра, ультра мелкодисменты. спиртного золота. Мне рассказывал один житель Амура, Потехинова звали, кстати говоря, он был выдающимся механиком в Объединённом институте исследованиях. И вот, значит, там как брали? Брали, значит, сковородку жирную во время войны, по ней, значит, там вот эту воду катали, всё это вот, это вот дело, песочек, водичка, а потом, значит, в конце дня, катали по нему каплю ртути. И эта ртуть собирала вот это мелкодиспершное золото. Потом, то, что получали из этой ртути золото, они его сдавали, получали вот на это дело, возможно, боны, чтобы купить там что-то в особенном магазине еды. вот такие были тогда там дела на Дальнем Востоке-то. Вот, так вот, значит, хорошее место, эти самые отложения, уран там можно добывать, оказывается, Германия, даже золото, вот что там происходит, как это накапливается. Теперь есть ещё одно местечко, где так вот из подволь что-то концентрируется. Это так называемый железо-марганцевой конкреции на дне океана. Очень долго, а очень долго, это значит всё моё примерно детство, про эти железо-марганцевые конкреции нам рассказывали вот с придыханием, говорили так, что там вообще говоря, в год нарастает слой этой железо-марганцевой конкреции примерно на один миллиметр. В миллион лет. Не в год, в миллион лет. Один миллиметр. Они, тем не менее, лежат на дне океана. Даже показывали на фотографии этого дна океана. Это глубина там типа 6 километров, вот такие глубины, но вот там всё оно покрыто как булыжная мостовая. Понятное дело, что за миллион лет это всё дело покроется слоем осадков. Как это так происходит, образуется? Ну, в общем, с тех пор был уже определённый прогресс. Эти конкреции, естественно, внимательно исследовались. Вот, между прочим, в этих конкрециях наш знаменитый советский физик Флёров искал следы этого самого, значит, элементов сверхтяжёлых, но стойких, да, заурановых элементов. Вот островок стабильности, той самой, который вот, который предсказывает Флёров. Вот он там, Флёров, Аганессиан, они про него не прекращают говорить до сих пор. Ну, вот он искал его там, в этих конкрециях. Ну, дескать, они там могли накопиться и с космоса прилететь. На самом деле, он очень правильно выбрал направление, потому что конкреция, видимо, есть ещё, значит, железо, марганцы, там железо, кобальт, не помню, никель есть или нет. Вот, ну, возможно. Откуда это всё появляется? А это, кажется, вот как появляется. И это не только там образуются эти конкреции. Конкреции могут образовываться и в пресноводных водоёмах, всяких болотах, озёрах. Дело в том, что поступает, значит, раствор, соединение, скажем, железа и соединение, скажем, марганца. А марганец, он замечательный. Помните такое соединение? Калий-марганец-О4. У него там валентно, сказать, сумасшедшее в марганце. Значит, О4 – это 8, калий – это, значит, плюминает 7, что ли, да? У калия. Калий валентность 7. Калий-марганец-О4. 7 получается валентность его. Представляете? 7 минут. Он окислитель мощный. Он хочет себе присоединить, восстановить себя. Вот он там восстанавливается. И вот то же самое происходит. Он соединяется с железом, забирает себе его электроны, получается вот это вот перераспределение там, восстановление происходит. И таким образом накапливаются, образуются вот эти вот конкреции. Причем, если железо в пресноводной среде, это в основном поступает там из грунта, из грунтовых вод, вот эти родники, которые его носят. Ну, вы знаете, что очень часто около родников кругом, значит, такая вот желтая, значит, желтая земля. А это вот как раз окислое железо. Вот вода-то бьет из родника, она так вот высыхает в конце концов, и остается вот маленькое количество. Была такая вода, бутылка в стеклянных продавали в Ленинграде, тогда это был Ленинград. Называлась она, так сказать, Полюстровская. Так в ней даже эта ржавчина, даже, как сказать, немножко плавала, такая немножко ржавая, мутная такая, с железом была вода. Ну, понятно, пить ее можно было, вкусная она была, но вот это немножко шокировало в наличии там вот этой ржавчины, да. Такая вот природная вода, да. Железная вода такая была. И вот эти самые, да, вот на Чернобыльском следе, там, значит, в земле образуются, значит, вот эти минералы, содержащие плутоний, да, вот они тоже образуются, собирают окислитель. Ну, а, значит, железо, которое в океане, это из космоса. У нас ведь железо-никелевые, метеориты, там, ну, конечно, там не только железо, не только никель, там вся таблица Меделеева, грубо говоря. Вот это все вот в океане, вот собирается в эти конкреции. Причем, темп образования в год этих конкреций, теперь-то уже пересчитали, оказывается, они растут гораздо быстрее. Те конкреции, что мы видим на дне океанов, они выросли где-нибудь, ну, за последние несколько десятков тысяч лет. То есть вот за последний ледниковый период фактически. Что было перед этим? Росли они или не росли? По всей видимости, не росли. По всей видимости, вот эта вот железо-марганцевая конкреция, это явление, значит, вот последних тысячелетий, десятков тысяч лет. То есть последний ледниковый период, тогда красной земле появился человек. То есть удивительным образом появляется человек, и начинается запасание для его промышленности вот этих вот вещей. Нужно сказать, что в год там накапливается больше, чем экономика потребляет. Железо, кого там, кобальта, вот из всех этих вещей. Так что вот такие вот дела интересные происходят с накоплением вещей. Да, кстати, знаете, Кораблино, есть такой населенный пункт в Рязанской области, там-ка раньше были как раз шахты, которые, значит, добывали подмосковный каменный уголь. Помню, он плохо горел, бабушка его ругала всегда, старался его не брать на базе. Лучше торофабрикеты брать было. Хорошо горели, прекрасно. Вот, так вот, значит, Кораблино, там по идее Менделеева, была сделана система подземной газификации угля. То есть вот этот вот слой, который, ну, трудно добывать, трудно извлекать. Значит, там, значит, строится система, нагнетается с одной стороны воздух, этот слой поджигается, а с другой стороны уже горячие газы идут. Во-первых, горячие, во-вторых, там воздух нагнетается, но кислорода не хватает, поэтому эти газы содержат СО, содержат продукты, вот это вот, выделяющиеся из газа, из угля, там, всякие углеводороды, и это дальше можно сжигать в газовой турбине там или в печи, да, например. Вот такая вот идея подземной газификации уголь, это она придумана была в своё время Дмитрий Иванович Менделеем. Вот где-то подкораблено была когда-то реализована. Сейчас, конечно, это уже ничего не работает. В Рязанской области вообще был такой замечательный пункт, там называлась Новорязанская ГРС, это Новомичуринск город, и вот на этом ГРС работал единственный, по-моему, в мире опытно-промышленный экземпляр, промышленный ГД-генератор, представлять, магнитно-гидродинамический генератор. Это значит, в магнитном поле проходит поток газа горячего, ну, собственно, ультрахолодный плазм, по-нашему говоря, а в нём есть носитель электричества. Магнитное поле носитель электричества разделяет, и, пожалуйста, вот эта кинетическая энергия превращается в электрическую энергию, которая тут на контактах. Вот. Вот это там было, он работал. Ну, кроме воспоминаний, об этом, по-моему, ничего не осталось. Вот так вот время уходит. Мы, кто когда-то вот думал гору своротить, теперь просим у вас милостыню в интернете. Ну, хорошо, хоть интернет есть теперь, да, могу снимать для вас познавательные видео и в конце просить денег. Хотя, другие говорят, надо, дедушка, в начале просить, до конца никто ведь не смотрит, до конца посмотрят и увидят, как ты противно становятся, выключают, а так-то ведь, ну, ну, короче говоря, у меня под видео есть номер Сбербанкской карточки, есть номер счета в Сбербанке, туда вы можете дать поручение банку регулярно переводить деньги, есть Donation Alerts, такая вот вещь, вы можете мне донаты посылать, Яндекс.Деньги, Киевик, кошелек, кошелек ВКонтакте, это все наше отечественное, и есть еще международная система PayPal, вот туда вот с Украины и за границей можете по PayPal унеслать деньги. Вот, а есть еще кнопка, по-моему, кнопка называется спонсорство. Попробуйте ей воспользоваться тоже, да? Может быть, ну, пожалуйста. Вас ведь много, ведь мало кто мне чего-нибудь посылает, совсем мало. Спасибо.